всем добрый добрый вечер готовлю ужин купила брокколи сейчас хочу сделать запеканку яйца приготовила такой у меня хаос на столе что вы думаете купила уже огурец помидор только помидоры свои как сказать отошли уже начали покупать ну что-то захотела салат со сметаной думаю сейчас сделаю запеканку и себе такой салатик со сметанкой сделаю а в духовке уже у меня жарится окорочка живите как шковорчат жарится тамара мне создала ведро перца но сегодня уже ничего с ним делать не буду а завтра надо будет после похорон я завтра на работу не пойду после похорон вечерком перережу все на заморозку нее всегда перец хороший но это уже просто остаточки все равно видите какой хороший хороший перец у нее всегда сделала вот такой салатик болгарский перец огурчика помидорчик со сметанкой очень вкусно ну просто очень вкусно жду свою запеканочку мне уже пора ужинать время без пятнадцати семь она еще не в зуб ногой фунтик тут тоже сидит со мной да фунтик ты тоже сидишь со мной тоже ждешь когда я обсяду ужинать да сейчас буду купать вот этого смотрите что с ним стало он пошел к в игры и с в игры там крутил любовь она его то ли лизала то ли таскала по по своей этой пыльной почве не знаю видите какой сейчас будем купаться искупались искупались вытираемся ой какой он черный был вы бы знали какая чернючая вода от него была ужас какой плохой мальчик грязный пожарились мы чернушечки из-за того что соя мне так непривычно обычно я всегда делала кетчуп и майонез и окорочка были на вид прям такие симпатичные а вот сои они немножко немножко не такого вида на вкус зато они очень очень вкусные сейчас приостынут буду убирать и запеканка уже у меня допекается кушать хочу кушать хочу уже у меня девятнадцать семнадцать я еще не кушаю . а чай заварю себе вот такой зеленый с апельсином настоящий индийский час чай высшего сорта без ароматизаторов и красителей надеюсь это правда такой вот чайок выпью на ночь глядя что заварим чайник закипает можно даже вот так накрыть ну какова красота скажите же а пахнет как вкусно сегодня я делала прям заливку как положено со сметанкой видите сколько сыра у меня очень полезный ппшный ужин у меня будет хоть и поздновато но я себе рамки ставила до 8 потому что но раньше у меня не всегда получается до 8 покушаю это нормально интервал у меня там хороший получается сейчас возьму весы соберу себе тарелочку и буду ужинать как мне будет вкусно запью зеленым чайком не жизнь а малина так ну что надо правильно оттарить тарелку не как тот раз все вот видите на ноль скинула окорочка не хочу буду кушать только запеканку и салатик что ты подскуливаешь что что такое иди сушись иди сушись грязнулька моя грязнулечка жених нашел с кем женихаться с вигрой сумасшедший ты сумасшедший ты сумасшедший с вигрой решил женихаться ты чё с ума сошел это не я безумная женщина это ты безумный пес и все смотрите как ко мне подтягиваться дружно на мой голос как дружно все ко мне сразу подтягиваются какая у меня дома опять жара вы не поверите хочу показать вам как заварился мой чай очень вкусный чай вы знаете я прям кайфую от этих чаев конечно с молоком мне тоже хочется я когда вот дома целый день все равно я раза два за день пью я и кофе утром пью с молоком и раза два за день чай пью с молоком но вот именно вот эти вот чай что черный что зеленый я прям знаете от них ловлю кайф мне прям они доставляют удовольствие как-то ну не могу вам объяснить не могу вам объяснить кто не пробовал попробуйте ребят очень вкусный не реклама просто вот говорю вам как мне нравится что мне вернее нравится то я и говорю ну что вот мой ужин как мог мог банги делают они как-то вот так наверное ставят что видно прям как они кушают да капуста то очень вкусненькая очень как бы и не маленькая порция да но все строго по весам все хорошо но вот еще кто-то бы готовил вот это каждый день да как раньше царицы жили для них все делали мне кажется прошлой жизни тоже была королевной или царицей мне все время хочется чтобы кто-то мне все делал но не тут то было самой приходится нет это правда очень вкусно и сытно я имею ввиду вот ппшное питание не такое уж оно прямо это единственный минус ну что там надо немножко заморачиваться готовить а мы же ленивые завтра на работу не иду завтра похороны потом вечером буду перцем заниматься очень вкусно что брокколи что цветная запеканках очень нравится мне все ребят буду ужинать всем приятного аппетита кто ужинать вместе со мной всем доброе доброе утро а мы уже в морге сейчас морг потом похоронное бюро и потом уже на второй рудник на отпевание ждем пока не там бумаги оформляют мы втроем я тетю джене эти дома ну и да кем естественно на машине с нами сейчас похоронного бюро приедет катафалка и на ней уже повезут а мы в этом судебно-медицинский морг девочки всем и мальчики добрый добрый вечер конечно же у нас уже не следующий день тот день я отходила от похорон ничего снимать не стала сегодня целый день отработала тоже как не себе все равно какая-то морально усталость накапливается сейчас готовлю ужин тоже на скорую скорую руку хочу сделать тушенку соли с рожками поле эти бешформачную лапшу сделаю посмотрим сейчас по моему настроению потому что до кен завтра целый день выходной ему надо будет что-то кушать а вы сами знаете его любимая еда это рожки поэтому и хочу ему приготовить рожки макарошки присела пока у меня там жарится думаю немножко немножко с вами поговорю тут его чай пришла с работы сейчас быстро готовлю ужин котодом подходит концу мы уже очень торопимся потому что на днях у нас обещают дождь и снег поэтому думаю что будет холодно ой какие наглые люди работают вот в этих вот похоронных бюро вы знаете как это неприятно ужас какой-то как они там задирают цены там-то нам было не до этого вчера вечером остались у дженни разбираться ну сколько потратили сколько ну в общем приход расход сравнивать я открыла вот этот вот ну бланк как он называется ну перечень за что мы там заплатили боже мой они там знаете дописали даже оформление документов 7000 какие документы они нам оформляли никаких документов нету нам сказали в течение трех дней в цон идите и справку о смерти получите и медэкспертиза будет готова в течение месяца за что взяли 7000 мы так и не поняли друг на друга посмотрели и все потом укладка в гроб 2000 хотя все у них куплено ну все их не знаю я что и там еще были какие-то такие пункты сейчас я уже даже их и не вспомню и такие отмороженные люди но неприятные ну я даже не знаю как вам объяснить ну как так можно у человека такое горе да они на этом наживаются еще и ведут себя так мэгги давай им опять про косточки вот опять рамсует там так себя некрасиво ведут еще пока ничего не было оплачено там этот сам самый главный их не там не знаю кем он там за ней тамара эдуардовна тамара эдуардовна как только все заплатили день похорон уже начал гавкать рявкать чё вы так рано приехали я вам сказал то он сразу сменился просто в шоке я просто в шоке но в основном конечно все прошло очень хорошо даже я не ожидала что вот так мы все боялись нам тот то не хватит это не хватит очень хорошие прошли поминки очень удачное такое кафе мы заказали я бы сказала не хуже чем у других прошло все очень много пришло людей тоже мы прям не ожидали и и прям знаете прям вот такая вот охапка гвоздик было и одноклассники пришли ну в общем много людей пришло это радует это радует что значит они очень хорошие люди раз пришло столько людей вот что тамара сегодня смотрю уже по огороду ходит но я сейчас сегодня целый день была на работе утром я ее видела мне было некогда с ней поговорить а вечером уже темно я ее не вижу ну я с ней сразу договорилась дня два приходите себя потом уже будем общаться она все время как вы только меня пока не трогайте мне надо побыть одной сказать в том но два дня вам хватит прийти с себя а то она сейчас одна там уткнется и все сейчас вечером не привезли заказывала я собачкам еду кошкам там колбасу просрочку у меня в одном месте есть я беру потом я взяла говяжий образ я взяла каркасы ой а еще взяла хвосты все вот занесла но вот не знаю когда завтра или послезавтра мне надо все по пакетам разделать и конечно же тоже отнестить это марином животным я даже не знаю у него морозилка есть нету ну как раз может стукнет мороз уже можно будет держать это скажите где на улице блин мысли путаются капец как мои хвостики все потихоньку потихоньку пера перебираются домой да скажи а чего нам так долго строите коттодом этот сегодня уже опять серик вылез вчера там покрасили стены окно оставили приоткрытые что вы думаете утром уже серик и уголек вот они здравствуйте но я думаю ладно они сейчас дома вообще никто не гадят вот я уж как ушла пришла все они без конца выбегают сюда на улицу наверно поняли что если будут свои метки ставить то будут вылетать отсюда пока ведут себя прилично думаю ну ладно два дня я думаю уже мы будем заселяться так что потом покажу вам во всей красе во всей красе вот и этот пришел уголечек дайте я покажу какой-то какой-то красивый какой-то красивый дай покажу смотрите он как как смола блестит весь да хороший кот у меня так нравится хороший котенок такой хороший помаши лапкой скажи папа мама возьмите кто-нибудь меня я хочу в семью не хотят они жить тайно не хотят ну а что делать ничего не сделаешь тех хотят пока так и не забрали хотя я видела еще раз ту женщину она сказала двоих они заберут но пока тишина 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 так пойду помешаю чувствую меня уже там щелкает щелкает у меня уже во все не знаю сказала или нет готовить буду тушенку канину купила кублеевскую сегодня смотрите хочу показать картина репина картина репина вот что что вечером ждет меня с работы да кем здесь сам кормил фунтика видите этой дала рэму давала косточки сырые она у меня одну выпросила но мне ветеринар тут рассказал что им надо давать сырое мясо так что вот теперь будет охранять пол вечера у нас уже опять топится печка здесь прям теплые полы вчера мы не топили на улице было плюс 20 я говорю давай не будем топить а все когда кем затопил пока я была на работе тепло дома дамы гуш тепло у нас сейчас дома ох и тепло скажи на теплом полу прекрасно прекрасно а вот он и фунтик пришел чё фунти чё фунти 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 ой девочки еще раз хочу вам показать вот эту мою швабру вы знаете это просто фантастика какая она классная как с ней удобно здесь вот два отверстия мы уже зарядили видите вот так одной рукой мне конечно не удобно сейчас вам покажу вот так раз и смотрите смотрите она прям во все уголки заходит и она собирает мусор и шерсть она мне здесь собирает не знаю мне мне прям это облегчение вот так раз раз даже перед работой я сегодня раз протерла шерсть собрала вон их сколько у меня чё чё вы думаете да чё вы думаете ну ничего скоро мы их расселим половиной будет нам полегче да еврик а еврик у нас влюбился у нас загуляла вигра и чё вы думаете он вздумал с ней женихаться пока мы рэма не отпустили а теперь рэм его гоняет а он обиделся да а он обиделся ушел чтоб я про него не говорила пошел к вигре и они там примащиваются вы представляете вигра и он это же надо додуматься до такого а потом мы рэма отпустили и все сейчас рэма его туда не пускает а вот он горюет теперь сидит вот такую я взяла тушеночку вот он смотрите лев царь зверей да серик а серик бессовестный забежал домой и целый день дома да скажи ну можно мне последние денечки погостить можно можно мало Ирой работы гостите я как всегда изуродовала банку хотела показать пролила вот что там внутри ну кублейская у нас считается хорошая тушенка хотя белорусская тоже нравится нам но не было белорусской взяла вот кублей хотя что то знаете что то ну очень то она мне понравилась белорусская была лучше там были кусочки а здесь что то ну уже какая есть в общем вот так и сейчас сюда ай рожки наверное засыплю я засыпаю сюда сразу рожки с чайником кипятком заливаю и вуаля накрываю крышкой и мой ужин или обед готов мы очень часто делаем такое блюдо уже не раз я вам его показывала но она у нас заходит особенно у дакена не нашим и не вашим вермишель сделала вот так заливаю водой посолила поперчила приправу добавила все сейчас закрою крышкой закипит две минуты и выключаю вот так варись варись моя кашка варись и вот так весь вечер теперь ры-рыр никому нельзя не пройти не посмотреть в ее сторону а хозяйка медной горы чё ругаешься чё ругаешься чё ругаешься и давайте посмотрим что же у меня здесь получилось смотрите получается какая сочная вкусная вермишелька ну я и говорю я так и с рожками делаю можно бешформачную лапшу иногда и гречку ну гречка это уже как каша получается а это не знаю как что вкусненько очень быстро и сытно и вкусно я бы сказала с варшем можно делать с кусочками мяса по-всякому такой вот у меня будет ужин для докена ну а на этом все ребят времени пока катастрофически не хватает еще немножко вымотались с этими похоронами никак не могу войти в режим работаю пока без продавца сама так что сильно меня не ругайте не теряйте всем пока пока и до встречи